Так, друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы представить на Мастерскую Души новую рубрику, расширить тот контент, который мы выставляем, с стихотворений на какие-то беседы, которых не хватает, мне кажется, моему окружению в России. Потому что я имею возможность находиться в окружении замечательных людей, и один из моих невероятных друзей Никита, благодарю, что ты приехал к нам в Ньюпорт-Бич, и обычно мы обсуждаем какие-то интересные темы с тобой, и это не входит в... И каждый раз, когда мы что-то крутое обсудили, подсознательно думаешь, блин, было бы классно, если бы это кто-то увидел, да? Да, и потом, допустим, можно с кем-то из своих друзей это обсудить, может быть, они что-то бы добавят в комментарии, да, и как-то разовьют эти темы чуть глубже. А, соответственно, когда мы выставим это видео, у нас уже галочка такая будет, типа, все, не зря, и кто-то может этим насладиться. Да, как минимум эта беседа где-то сохранена, она есть где-то, она не улетела куда-то там, а она осталась. И даже через 5 лет ты такой уже забыл про нее, вообще у тебя сознание поменялось, ты ушел, расширил свое влияние, и натыкаешься случайно по хэштегу мастерская души на ютубе, 20 минут погружаешься в 5 лет назад, и такой, вау, вот он инсайт, вот ты вырос. То есть все, все, что ты, типа, считаешь, что интересно, прикольно отдавать это, делиться этим. Да, да, как минимум для самих себя и для тех, кому, у кого это тоже резонирует. Потому что, ну, я по себе тоже знаю, найти, как бы, собеседника твоего уровня, ну, и понимание глубины, да, это не так всегда просто. Поэтому будет здорово, если твоя аудитория, ну, кому-то откликнется, и даже мы таким образом тоже, ты больше найдешь единомышленников, кому такие вещи тоже интересны. То есть, тем более, ты еще отражаешь мысли своего собеседника, потому что, допустим, если я сижу в окружении ребят, которые могут поддержать подсознание, уровень, там, вселенского, астрологического, ну, типа, какого-то понимания математики, я с ними смогу эту тему поддержать. А если я буду сидеть, допустим, с людьми, которые продают в Ярославле конфеты, то есть, мне тяжело будет эту тему с ними обсуждать. Соответственно, это очень прикольно. Да. Тема нашего сегодня выпуска, по-моему, это страх. Я хочу с тобой поделиться историей вчера. В общем, я живу в Америке 2 года. Живу в Америке 2 года, и, наверное, самый большой страх у меня был, это в Америке потерять всю документацию, которую ты имеешь. И представляешь, вчера ночью я поехал в Комптон, а Комптон, это из фильмов, которые мы в детстве смотрели, это самый незащищенный район в Америке. То есть, там живут прям убийцы. Моя жена меня пугает, Комптон. Да, ну, реально, Комптон, это прям too much. И меня мой друг Эрик пригласил на джазовый концерт, где один из пианистов имеет 3 или 4 Грэмми. Вау. Я захожу, джаз мне вообще не заходит. Серьезно? Да, но энергия от чувака, я прям тащусь, вау, снимаю сторис, кайфую. И что-то у меня внутри такое чувство, что надо уходить. И у меня еще телефон садится. Я такой, окей, надо типа пойти зарядить телефон, потому что у меня там какие-то... Как же на джазовом концерте без телефона сидеть? Надо же, блин. Не, просто мне еще кто-то писал в тот момент, и мне нужно было ответить. Я такой выхожу, а прошло буквально час, час. А я припарковал машину в таком, на улице, где еще параллельно в линии 10 машин. Выхожу, подхожу к машине, и меня просто все тело мурашками обдает, потому что я понимаю, я вижу, что правое заднее стекло разбито. И я вспоминаю, что красная барсетка, которую я всегда беру с собой, она осталась в машине, а в этой барсетке, ты не поверишь, в этой барсетке два портмоне со всеми моими документами. Чтоб ты понимал, driver license, водительское удостоверение, русское, калифорнийское, все кредитные карточки, все дебетовые карточки, русские, американские, но это еще не проблема, их можно заблокировать моментально в приложении. У меня там было еще work authorization, work permit, разрешение на работу в Америке, и social security number, который выдается один раз в жизни, это как паспорт твой личный. Который все хранят домом. Да, и номер его никогда не меняется, то есть вот его нужно получить и в сейф. Да. А он у меня был в этой красной барсетке, и какой-то чувак из Комптона, который по-любому знает, как манипулировать всем этим, и брать долги, лоны, все-все-все, выхватывает, и вот так вот легко забирает его. Так что можем тебя поздравить, у тебя скоро будет дополнительная мотивация, расплатиться по кредитам. Два миллиона, два с половиной миллиона, дом. Дом в Комптоне. Смотри, факт в том, что сначала мне так было не очень приятно, потом я понял, что все хорошо, но на следующее утро я был в дикой растерянности, потому что мне показалось, что как-то вся моя жизнь потеряна. Но когда я целый день потратил, и благодаря также друзьям, которые помогли мне справиться с этой проблемой, каждый по какой-то своей маленькой направленности, потому что в целом такого ни у кого не было. Чтобы и сошел, и кредитки, все-все-все я потерял. И машину нужно было через иншуренс восстанавливать, чтобы деньги не платить свои. Факт в том, что как бы я все совсем справился и понял, что вау, все, что к нам... Основной инсайд, который я вытащил из этой ситуации, масштаб личности, который ты хочешь получить, в который ты идешь, должен быть способен решать проблемы такого же масштаба. Если что бы ни случилось, если ты... И меньшего, соответственно. Но чтобы перейти на следующий уровень, ты должен как бы пройти типа тест в университете или в школе. Но жизнь тебе дает такую штуку. Ты такой, о, я запрашиваю, я хочу быть... Зарабатывать 45 тысяч долларов в месяц. А бац, и тебе проблема. Если ты под этой проблемой гнешься, соответственно, о каком стержне, о какой личности может быть идти речь, если ты не сможешь решить такую проблему. А проблемы, они же имеют смысл масштабироваться. Но тут такое понимание, что ничего не создается, ничего не приходит крупного, когда ты не разрушишь старое. То есть я подумал, что я держался за какие-то вещи, за документы и жил в страхе больше, чем этот страх на самом деле есть. Так вот смотри, можно я вопрос ключевой задам, как я вижу эту ситуацию? Смотри, у тебя реально прям был страх потерять эти документы? Да. Он прям реально был. Да. Слушай, ну вот у меня, ну прикольно, что ты это сказал, ты же мне не говорил про то, что у тебя был этот страх. Типа вот прям то, что я точно могу вот прям поделиться и заметить за последнее время. Вот если, я честно не знаю, как это можно точно назвать, там как это реально работает фундаментально. Типа что есть прям конкретная формула, но я точно замечал очень много раз, что вот наши страхи, особенно если какие-то это по сути наше желание, но не типа нежелание, которое подкреплено негативной эмоцией, сильной, например страхом, это очень сильные негативные эмоции, очень часто реально происходит. Вот у тебя, если ты реально, вот это у тебя висело, это точно происходит. Это у тебя в жизни как бы происходит. Вот у Шаладе вчера Маша ходила с ними в ресторан, а Шаладе боится насекомых. И Маша говорит, мы сидели, и все, 2 часа вокруг нее, и вокруг страны летала пчела. Именно около нее только, понимаешь? И у меня так очень часто тоже в жизни происходило. Поэтому, ну, это все, это вот так все происходит. И если вот так относиться к этому, не то, что вот, типа, жизнь плохая, меня Бог там наказал, или знаешь, что это такое. Абсолютно. Просто быть благодарным за то, что этот страх тебя в любом случае каждый день будет муссировать. И у тебя, ну, он масштабный для меня был. И у меня, наверное, не хватило своего мужества или совести посмотреть ему в глаза. А вселенная сделала уже все, пух, и сделал. И тут уже нет выбора. Я в любом случае вот за целый день с ним справился, со всеми этими штучками. И я полетел дальше. Потому что как будто я парашют сбросил с себя. Потому что я понимаю... Чтобы не бояться, нужно зайти в страх. Да. Это смотри, вот я сейчас хочу продолжить, как я это вижу. Но это помощь. У тебя, да. Это помощь. У тебя был вариант такой, смотри, я считаю так, как мне кажется. Вот был варик такой, что у тебя бы этого не случилось, если бы ты на будущее. Вот теперь это произошло, мы сейчас с тобой разложим, и ты следующее своей будущей. Вот ты будешь дома сидеть и что-то бояться. И ты потом можешь вспоминать эту ситуацию, будешь понимать, что если я так и буду этого бояться, то это, скорее всего, вероятно, произойдет. То есть у тебя даже с этой темой, с документами, ты мог как-то вот просто... Чем больше твоя осознанность, тем ты больше можешь обращать внимание не на вне, а на внутрь. А что у меня внутри? Что у меня за страхи? Ты с ними внутри сам у себя работаешь, себе объясняешь, что ты так, что я боюсь этих документов, почему я боюсь их потерять. Так раскладываешь определенного разума, там, с каким-то, может, специалистом и так далее. И ты можешь либо подождать, пока оно назреет и лопнет в реальности, да, вот это произойдет, эта ситуация, которая выплеснет, ну, то есть, ситуация произойдет, и у тебя там будут какие-то последствия, ну, ты в итоге этот страх как бы все, у тебя его не будет, скорее всего. Ну, да. Либо просто ты, то есть ты либо ждешь, пока оно взорвется, либо ты его до, еще на моменте появления, ты отслеживаешь себя в голове, я боюсь, допустим, остаться без денег, очень сильно, прям каждый день очковую за это. Ты такой, либо ты начинаешь с этим работать, либо рано или поздно ты с этим столкнешься. Ну, да, то есть, типа, не остаться без денег вот на каждый день, а, допустим, у нас есть вот такой цикл, да, 31 день, ну, типа, месяц, плюс-минус, 30 дней. Так. И каждый из нас, по сути, руководствуясь страхом заплатить в конце месяца, особенно в Америке, за моргидж, там, за машину, за иншуранс, за все, за все, за все, допустим, набегает сумма, там, 5000 долларов. Допустим. Он понимает, что если он не будет делать определенные действия, то страх вот этот не заплатить, он давит. А когда случается что-то, сила моих слов, когда случается что-то, лазерная фокусировка, простите, чувак, когда случается что-то, что оставляет тебя без шансов, типа, ну, ты теряешь работу, ты теряешь, и ты понимаешь, что все, ты не можешь зарабатывать так, как раньше на вот эти вот свои биллы, но твой мозг поворачивается, страха уже нету, потому что ты его прошел, тебя окунули в него, и ты находишь новые креативные пути, и зарабатываешь там не ту сумму, мультиплай 10, в раз больше, но потому что ты избавился от страха, он тебя не держит. Соответственно, смотри, мы-то думаем нашим логическим мозгом, что вот так вот все работает, и только так может быть, и страх нас постоянно держит в коробочке, когда вселенная нам, смотри, вселенная нам дает этот страх, типа, в лицо, и если мы к нему относимся не как, типа, о, меня наказали, и уходим в негатив, за что, почему я такой плохой, а уходим, как круто реально, я посмотрел страху в глаза, теперь он меня не держит, что я могу, что я могу, что мне это даст, и находим вообще другие варианты развития событий. То есть, я правильно понял в виду, давай в конкретном примере, просто, как я понял твою ситуацию, то есть, типа, если есть какой-то чувак, который живет в Америке, или неважно, в России, и он, типа, каждый месяц руководствуется, типа, то есть, вся его деятельность построена на том, что он боится, что ему нужно заплатить счета, то, типа, если вдруг финально у него так произойдет, что он не сможет заработать, и он не сможет заплатить счета, он окажется, допустим, там, на улице, или где-то вынужден будет, где-то переместиться в более дешевое место, то, что, у него, типа, страх пропадет, или что, и он начнет херачить, или что, я просто мысляю не до конца по логике. Не, 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 смотри, смотри, есть, допустим, понимание того, что вот этот страх, страх чего? Страх в конце месяца не найти сумму денег, чтобы заплатить за все его счета. Движит его делать одни и те же действия из месяца в месяц. То есть, покупать свой месяц путем, покупать время, которое он проживает в этом месяце, путем определенных действий, к которым он привык. Так. Потому что он точно уверен, точно знает, что... У кого-то так, да. Но, соответственно, я не говорю, кто-то может резко сменить все, но кто-то никогда ничего не поменяет. Так. Потому что этот страх, он имеет вероятность въедаться в кожу, и это комфортно. А вселенная чувствует твой потенциал, к примеру, и чувствует, что у тебя есть реально возможность помочь людям, или возможность реализовать какую-то другую идею, которая будет очень крутая, и ты выиграешь, и люди вокруг выиграют. И она тебе дает этот шанс. А тут уже выбор за тобой. Используешь ли ты этот шанс как благодарность, и принимаешь вот этот, типа, поступок, и избавляешься от страха, и начинаешь, типа, новую жизнь. Сжег старые документы, сжег старый страх, вот эти ограничивающие установки, что я не смогу. Почему ты не сможешь? Ты никогда не умирал. Ты до этого дожил момента, вот тебе 28, мне там 29. И мы каждый... Кому 20? А, ну него. Мне, допустим, каждый день мы что-то в голове могли на будущее, что мы не доживем до этого возраста. У нас были такие страхи, у меня, допустим, но никогда они не реализовывались. Никогда. Соответственно, по сути, иногда страхи имеют возможность просто давить. Короче, я можно переформулирую твою мысль, как я ее увидел, как я в такую совокупную структуру, в совокупное понимание того, что просто-напросто, если у тебя где-то внутри, я думаю, что это не вселенная, эти что-то делают, ну, вселенная, подсознание, это все как бы одно связано, вот это все, что у тебя происходит в жизни. Я вот так формулирую, ты мне скажи, правильно ли я тебя понял или нет. В целом, наша жизнь работает так, что типа, короче, ты либо просто заранее замечаешь звоночки определенные, тебе, то есть, не сразу, короче, по морде бьют, или там, чтобы ты четко-чего-то дуплился там, да, а сначала так типа тук-тук. Маленькие, да, маленькие. И чем ты более осознанный, просто тем раньше ты эти знаки можешь увидеть. Ты чем раньше распознаешь, если ты их не распознаешь, то это тоже нормальная практика, тебе, у тебя какая-то полная жопа там происходит, вот как у многих здесь, у наших товарищей в Москве, в России, они все, они чувствовали все, вот многие реально, что они хотят уехать из России, они чувствовали, чувствовали, но вот это их держало там что-то, вот этот какой-то страх, комфорт, а потом хоп, и оно случается. Это они сами себе вызывают эту штуку, как бы неосознанно, но она в итоге их приводит к развитию, понимаешь, они перестают там стагнировать, да, они приезжают сюда полностью обнуленные, потому что там жопа произошла. Но это просто часто происходит, поэтому ты типа либо ждешь пока, как говорил мой там коуч один, типа либо тебя жареный петух в жопу кусает, и ты уже потом начинаешь вот из этой боли, но двигаешься, типа либо ты просто чуть раньше замечаешь эту штуку, и не даешь ей типа, ну не доводишь ситуацию, ты полная жопа. У всех просто разные по жизни стратегии, ты просто сам выбираешь, как у тебя что. Вот в твоей ситуации, я думаю, что просто у тебя сейчас такой уровень осознанности, я думаю, что ты эту тему с документами тоже мог типа просто проработать, и ничего бы тебя не украли на самом деле, если бы ты просто не боялся, ну короче вот эти все штуки. Вот, но и в целом, даже если это происходит, видишь, тоже не всегда надо идти в эту глубину, искать какие-то магические смыслы. Конечно, конечно. Да типа случилось, господи, ну эти документы разобрался, теперь ты не боишься, что ты теперь понял там. Возможно, даже ты там, когда пытался решить этот вопрос, посмотрел, как твои друзья проявлялись. Вот ты кому позвонил, кто тебе что ответил, кто как посоветовал, кто как отнесся, кто там сказал, ой, сори, сейчас нет времени, кто-то тебе сказал, вот так, так, так советую. Ну то есть тут, это все как бы, я думаю, если ты, вообще, если ты в состоянии бытия находишься, вот именно максимального, ну как бы осознавания, что ты есть как бы наблюдение, то ты еще даже, ну позабавишься, это как прикольная рекламная пауза, а что там, типа, как это решится, что как прикольно произойдет, а вот я потерял документы, ну весело, типа прикольно, чего как-то. Да, ты знаешь, это интересно такая, как действительно в тот день, это вчера было, я полностью вообще переменял все свои планы, и под конец, я такой понимаю, что вау, я проделал эту колоссальную работу, и у нас в этот день открылась Irvine Spa, такая большая, крутая корейская сауна, а целый год она была закрыта из-за ковида, я туда поехал, вот после всего, чтобы стресс снять, и два с половиной часа я просто чувствовал себя королем, там практически никого не было, и вот это внутри ощущение, такой перепад с утра было давления, а вечером вот, осознание решения всех проблем, и такое, то, что ты можешь всегда поменять свои планы, которые ты думал, что они наилучшим образом приведут тебя к цели, на совершенно сверху, вот ups and downs, с ног на голову, и по сути, типа, масштаб всего в мире, это не изменится, мы настолько надумываем, что это все так важно, и так вот круто, и по сути, реально страхи, это уникальная штука, которая нас все время пушит, просто вопрос в том, что как мы воспринимаем это, если мы воспринимаем как благодарность, как возможность, она и становится каким-то благословением, и толчком, чтобы дальше добиваться, а если типа, ну большинство людей же действительно, ну вот реально, если они спрашивают, а за что вот со мной это случилось, то есть вот, я бы мог спросить, реально, за что со мной это случилось, или типа, для чего, как я могу это улучшить, типа, что я могу из этого извлечь, просто тупо два, вот, нету большого выбора, либо так, либо так. То, что ты сейчас затрагиваешь, это уже самая фундаментальная вообще тема, которую я, по крайней мере, по своему опыту заметил, типа, фундаментальная, вот как знаешь, кто-то любит делить людей, там, есть вот такой тип людей, такой, их как бы очень много, и все наслаивается, но вот один из моих ключевых, это типа, кто-то думает, что с ним жизнь происходит, типа, я, короче, здесь вообще, какая-то просто букашечка, вокруг которой, просто какое-то происходит, не знаю, блин, букашечка в центре МКАДа, и моя задача, просто не дай бог там вот, ну, никуда не попасть под машину, а кто-то такой, тоже размером с букашечку эту, но у него ощущение совершенно другое, так как я однажды нашел муравья на 60 этаже в Нью-Йорке, я подумал, блин, муравей на 60 этаже, вот какого хера там делает, вообще, когда он туда попал, ну вот, и у кого-то есть, типа, другой взгляд на мир, понимаешь, когда, типа, ты осознаешь, что ты, это, ну, как бы, если без эзотерики, это начинается с того, что ты такой понимаешь, у тебя же ты сейчас, то есть, смотри, у тебя же, ты понимаешь, там, 5 лет назад бы такая ситуация с тобой произошла, ты бы, наверное, подумал, блядь, у меня украли, сраные эти гопники, уроды, а сейчас, а сейчас ты просто вообще понимаешь, вот я, например, как бы я бы подумал, да все, это я просто заманифестировал эту ситуацию себе, вот она мне это подсветила, все, я понял, это сделал, и это вот уже как раз позиция творца, ты, когда в позиции творца, с тобой жизнь не происходит, ты есть эта жизнь, ты, как бы, восприятие, и вот это вот, то, что я хотел сказать, это вот ключевая штука, вот то, что ты сказал, как относиться, ты можешь так относиться, можешь так относиться, вот это об этом я думаю. Да, абсолютно, просто даже, вот смотри, вот ты очень, мне очень нравится, как ты, типа, выражаешь, вот у меня был страх, ты говоришь, я его заманифестировал. Типа, да, это такое слово избитое, но... но просто смотри, страх, это такая неосознанная, сильная эмоция, как и счастье и радость, но вот, могу получается работать как творец, то есть у меня есть состояние идеальной, ну, допустим, идеального счастья в семье, то есть моя жена, как выглядит, что я от нее хочу, как я хочу с этим работать, я его манифестирую, я использую тот же самый сильную эмоцию к этой семье, к жене, как и сильная эмоция страха, то есть ты такой использовал как тренировку, вот эту ситуацию с страхом, и переложил ее на ситуацию с радостью и с женой, то есть и этот тебе плюс, и это, то есть некий баланс между двумя разными эмоциями, но приводящими тебя к цели. Ну да, типа это как, я думаю, что это что-то типа такого, что, блин, сейчас я попробую сформулировать, я думаю, что ключевое, то, что в принципе создает нашу реальность, это же еще физики уже давно доказали, что ни хера нет, пока нет внимания, вот внимание экспериментатора есть, наблюдение, а наблюдение это внимание, вот ты о чем думаешь, почему вот такая типа тема, о чем думаешь, что и происходит, ну это на каких-то таких базовых уровнях, а это все реально так работает, и здесь такая же штука, типа, ты когда по сути что-то боишься, ты на это очень много внимания уделяешь, и вот эту творящую живительную энергию, ты пускаешь туда, о чем ты думаешь, то есть эмоция активирует внимание, не важно какая эмоция, счастье, страх, но сильная эмоция, она активирует это внимание, И у тебя, вот, например, ты это можешь не создавать. Вот, грубо говоря, из башки, я так это представляю, допустим, ручеек какого-то внимания вытекает в такую баночку, которая называется «Спиздят документы». И у тебя вот это, когда накапывает, накапывает, тысяч баночка переполняется и разбивается. И в реальной жизни происходит хуйня. Поэтому ты, как я сказал, ну, типа, будучи осознанным, смотришь на что-то, и вот это вот сливаешь дерьмо, например, ты можешь каждый день думать, блядь, я бедный, допустим. И ты тоже капаешь, когда ты ругаешься на это и так далее. Вот, поэтому ты правильно сказал, ты выбираешь, типа, а, какие баночки тебе накапывать? Баночка, например, долларового миллиардера или баночка успешного актера. И ты выбираешь, используя, через какую эмоцию капать туда. Ты можешь испытывать бесконечную любовь вообще. Помнишь, как вот ты очень крутую тему сказал, что, блядь, мы родились? Никто не может понять вот этот феномен рождения. Да, очень, очень круто на самом деле. Ты можешь выбирать, сейчас я договорю мысль, ты можешь выбирать просто, какую эмоцию, через какую эмоцию ты наливаешь всю энергию в какое, как бы, ну, событие и там ситуацию, которая тебе нужна. Но это надо, для этого нужно быть реально осознанным, типа, и вот прям шарить в этом. И понимаешь, что это работает. Понятное дело, что это... А по сути, как ты правильно сказал, если мы наблюдение используем как инструмент, инструмент, который повышает нашу осознанность. Вся вообще задача в мире, это, типа, для каждого человека, как я это вижу, это повышение своей осознанности путем любых ситуаций, которые с тобой происходят, которые ты же и создаешь. Да. То есть, если ты их прорабатываешь и понимаешь, наблюдаешь за ними, следующие, это будет уже масштабироваться, то есть, это и есть твой рост. С повышением осознанности ты можешь проследить повышение своего статуса. Повышение карьеры, повышение каких-то... Я бы не сказал только сейчас, что это задача. Это нет ни у кого никакой задачи. Нету, абсолютно. Это просто как один из вариантов пути развития тебя. То есть, ты просто, смотри, выбираешь, ты просто этот выбираешь путь. Я, типа, выбираю развиваться, я выбираю становиться, там, мастером этой игры, да, типа, я поэтому через инструмент наблюдения. Я не просто, там, о, на меня упала палка, там, допустим, все, говно. А ты как-то, ну, это такой дурацкий пример, но ты стараешься глубже, как можно понять причину-следственные связи. Чем ты больше пытаешься разобраться, что происходит, тем у тебя это лучше получается, иначе быть не может, понимаешь? Ну, к примеру, ты говоришь, я абсолютно с тобой согласен, что нету какого-то определенного пути, и, типа, вот так должно быть, это задача. Вот, допустим, вот просто возьми, давай отвлечемся от нашего с тобой разговора, вид, да, вид за окном. Который никто не видит, кстати, да? Я не знаю, если люди видят то, что сейчас мы видим с тобой, скажи мне 2 года назад, допустим, что вот я буду вот такое видеть за приятной беседой, я бы просто не поверил. Но что я считаю, привело меня сюда и в такое пространство, что я научился, допустим, наблюдать, наблюдать красивые какие-то виды, красивые вещи во всем, что меня окружает. И, соответственно, получилось такое потенциально привыкание к красивому-красивому-красивому, что в итоге вывелось в такой вид, что, ну, он в реалии красивый. То есть в Чертаново, да, или в Казахстане. То есть ты хочешь сказать, что ты даже в Чертаново наблюдал за красотой, типа, да? Абсолютно. Интересно. Натренировал свой мозг из серости увидеть яркое, из негатива увидеть хорошее, из людей окружающих тебя, которые бурчат, ворчат, завидуют, выделять в них хорошее, потому что оно есть в тебе. И ты такое это все проецируешь, проецируешь, и, как я это вижу, возможно, я нагнетаю, пространство, оно просто выталкивает тебя, потому что ты вибрируешь на частоте замечания красивости вокруг, и оно тебя выталкивает туда, где люди и так замечают красивое. А почему? А вот смотри, мы сейчас, получается, я сейчас, кстати, еще раз просто быстренько подчеркну, что у нас же не лекция, мы же просто болтаем, да? У меня просто кайф вообще. Да, вот смотри, прикольно ты штуку сказал. Это все бьется с тем, что очень прикольно можно соединить. Ты наблюдал, то есть ты, по сути, шел по улице, и ты смотрел не на Боссанную дорогу, а на красивый пруд. Да, хотя и то, и то существовало. Да, да, оно и то, и то существовало. Но вот прикольно получается, что то, что я говорил про внимание, ты просто тому, чему больше внимания уделяешь, того и больше становится. Да, да. Это, как говорится, что-то там не бейся со злом, ибо оно множится, или что-то там зло, то есть, типа, ну, короче, не фокусируйся на зле, ибо оно множится. Так же, как и, типа, если ты фокусируешься на хорошем, оно тоже множится. Почему? Потому что это все акт наблюдения, акт бытия. Акт наблюдения. Акт создания, это акт, как бы, ну, вот создавания. И ты, как бы, типа, просто выбираешь. Ты, типа, сейчас создаешь больше красивых вещей в своей жизни, они, как бы, там, разрастаются, я думаю, что вот это прям вообще... Вот у меня вся моя жизнь начала меняться, когда я ехал электрички на дачу в Коломну. Я слушал Вадима Зеланда, и он там сказал, типа, не думайте про все время. Ну, образно говоря, ключевая там мысль одна из... Просто, типа, вот твои мысли влияют, перестань думать о всяком говне. Вот у меня в этот день я думал, что это реально, что ли? И для меня это был первый мой вот шажочек, когда я понял, что, ну, типа, чё, походу я реально своими мыслями, типа, чё-то создаю. Я помню, я приезжаю туда на дачу, и у меня спрашивается сед, ну, чё, как дела, Никита? Я говорю, слушай, охеренно! Потому что Вадим Зелан сказал, что надо всем говорить, что у тебя все хорошо, ну, типа, что, да? Он говорит, ну, вот когда на Бентли приедешь, тогда будет охеренно, а сейчас говно у тебя дела. Ну, и я, типа, пошел. Через два года я на Порше приехал. Ну, ладно, это можно убрать, я просто тебе говорю про что. Про то, что все с головы реально начинается, и вот это то, на чем ты фокусируешься, это, естественно, как важно, это очень важно. В итоге, если сейчас вот все это, вот все, что мы проговорили, законспектировать какую-то главную мысль, вообще, по идее, все, что происходит с нами вокруг, все, что происходит с нами, это нейтральная какая-то вибрация, которую мы сами окрашиваем путем нашего внутреннего состояния сознания. То есть, если мы думаем, что нам что-то нужно еще извне, чтобы быть счастливыми, это не так, зачем? Если ты уже внутри полностью счастлив, и источаешь, вот, наблюдаешь красоту, источаешь ее, и вибрируешь на классной высокой чистоте, ты окрашиваешь все, что с тобой бы не происходило, вот в эту яркую красивую чистоту. Но если иногда вселенная тебя хочет немножко сдвинуть, шифт, да, сделать куда-то в новое русло, и с тобой что-то происходит негативное, опять же, происходит негативное с точки зрения других людей, но ты своим отношением к этому перекрашиваешь его, и ты как создатель, действительно, вот акт создания в этом и происходит, что неважно, какая бы чистота ни была, твоя сильная внутренняя энергия, твое ядро, оно выплескивает и меняет чистоту на твою, которую ты хочешь. Случилось с тобой какое-то нулевое событие, ты его делаешь либо положительным, либо отрицательным, и, соответственно, не Бог уже влияет, не вселенная, а ты как наблюдатель нейтрального события, и тот, кто принимает решение, делает выбор и берет ответственность, я сделаю это положительным, либо отрицательным. Да, согласен, но на этом прям можно заканчивать. Круто. Да, ты очень крутой, Никита. Спасибо. Надеюсь, мы с тобой еще будем встречаться не только в Пеликанхиле, в каких-нибудь красивых местах. Я, кстати, знаю, что у тебя красивый дом, дом с красивым видом в Лос-Анджелесе. Может быть, в следующий раз, да, сделаем где-нибудь ближе к Лос-Анджелесу. Друзья, благодарю за то, что вы на мастерской душе, благодарю за то, что у вас есть желание развиваться, расширяться, повышать свое сознание и становиться лучше. Всех вас люблю, всеми вами дорожу. Скоро увидимся. Ну вот даже смотри, мы когда с Никитой, мы такие... Сиди, сиди, сиди. Мы, в принципе, такие разговоры часто затрагиваем. Да. Ну смотри, но когда мы его... Бля, мы сейчас поговорили, я вообще с ним не думал, что нас снимают. Я просто с тобой разговаривал. Прикольно. Но осознание того, что сейчас вот это будет, останется уже в памяти навсегда, это круто. Да, это очень круто. Ничего такого сверхъестественного нет. Мне знаешь, что круто? То, что кто-то посмотрит, я вот знаю, что из тысячи, даже если там пятьсот человек посмотрят, я знаю, что будет пять, которые посмотрят и кайфануют, и кто-то подумает, блядь, я не один, сука, это знаю и чувствую. Вот это точно. И вот для таких людей такие видосы, это не для массы, это для вот таких единиц, которые раскиданы, как мы когда-то раскиданы были, они просто... Это как маяк такой, стягивает. Тебя тогда Зеланд перенаправил, меня, допустим, Уилл Смит. Кого-то, может быть, мы сможем, да, реально перенаправить, честно. Конечно, я говорю, для меня... Я просто знаю, как важно, блядь, снимать такой искренний контент, потому что этого всего, блядь... Добрый день, как вы заработали миллиард, блядь, какой у вас бизнес-секрет, блядь, давайте там, скажите, какого у вас ламборгини? Нету, блядь, никаких секретов. Да, 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 нет, дело не в... Я просто говорю, что вот именно такой контент, он для... Он начинает...